Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прошлый раз перечислили те преимущества, которые имеет христианин, оправдавшись верой. Вы не забыли эти преимущества? Мир с Богом, доступ к благодати Божьей, надежда славы Божьей. А сегодня мы поговорим о том, что конечной целью оправдания через веру является любовь Божья, которую Он изливает в наши сердца от нашего Господа Иисуса Христа. Эта цель является настолько основной, настолько революционной, настолько непохожей на другие человеческие опыты, что Павел уделяет ей много времени. Почему нам так важно понимать цель оправдания через веру? Оправдание через веру меняет наше положение в небесном обществе. Грех изгнал нас из этого общества. Мы были врагами Богу, но через веру в Иисуса все меняется. Мы приняты Богом и посажены на небесах в Иисусе Христе. Наши отношения с Богом восстановились настолько, что мы стали Его детьми. Но этого недостаточно. Не только наши отношения должны измениться, но должно измениться и наше состояние. К нам должны возвратиться образ и подобие Божье. Мы должны отражать Его славу. Оправданный через веру грешник не может оставаться грешником. Но будет стремиться к духовному возрастанию в благодати Божьей. Даже если у него и не все получается, он все равно будет стремиться к святости, без которой никто не увидит Бога. Причем это стремление не будет результатом личных усилий христианина, но действия Божьи в нем. Смерть Христа изменила наше положение. Оно весьма теперь высокое. И от нас ожидается соответствие этому высокому положению. Быть, не только называться, но быть детьми Божьими. Воскресение Иисуса Христа изменило наше состояние. Он не есть Бог мертвых, но Бог живых. И Он всегда с нами, чтобы помогать нам в искушениях и направлять нас, чтобы исполнять нас своей божественной силой и отражать через нас свою славу на земле. Земля должна осветиться славой нашего Господа. И Иисус начинает с того, что восстанавливает наши отношения с Богом, хотя мы были еще грешниками. Затем в Своем милосердии Он открывает нам доступ к благодати, чтобы мы получали силу оставить свои грехи и совершать добро. Все эти феномены имеют теологические названия. Изменение нашего положения – это оправдание. Отсюда и начинается процесс нашего спасения. Изменение состояния – это освящение. Процесс спасения продолжается и никогда не заканчивается, пока мы не увидим Иисуса лицом к лицу и не станем такими, как Он. Это и есть окончательное прославление. На протяжении всей своей жизни христианин пребывает в надежде славы Божьей. Мы уже знаем, что выражение надежды славы Божьей относится не только к будущей славе, которая должна открыться в пришествии Иисуса Христа, а именно воскресения нашего тела, но также и к восстановлению верующих образа Божьего в настоящем, другими словами, обновлении внутреннего человека. Здесь нужно отметить еще один момент чрезвычайной важности. Павлу совершенно ясно, что весь процесс спасения, жизни, смерти Иисуса Христа являются доказательством любви Божьей. У некоторых христиан неверное представление об этой любви. План спасения людей они понимают следующим образом. С одной стороны, кроткий и любящий Христос, а с другой – разгневанный и мстительный Бог, метающий громы и молнии. Это Отец, это Бог Ветхого Завета, а Христос – это Бог Нового Завета. Вот почему Христу долго приходится умолять Своего Отца, чтобы изменить Его отношение к грешным людям. Ничто недалеко так от истины, как подобное понимание любви Божьей. Начало плану спасения положила любовь Божья. И Иисус не пришел на землю с тем, чтобы изменить отношение Бога к людям, но чтобы показать им, как Бог уже относится к ним. Он пришел открыть людям, что Бог есть любовь, чтобы изменить отношение людей к Богу. И это как раз то, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам в пятой главе. Мы читаем 6 стиха. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся с жизнью Его. Понимаете, любовь Божья, которая изливается в сердце верующего, не похожа на человеческую любовь. Потому что человеческая любовь эгоистична. Павел желает, чтобы мы поняли, что та любовь, которая изливается в наши сердца, исходит от Святого Духа. Это любовь Божья. И, как я уже сказал, эта любовь настолько отлична от человеческой, что апостол посвящает целый отрезок ей, своего послания. С 6 по 10 стих, давая объяснение этой любви. Он не использует для этого сравнения, потому что их просто нет, но противопоставляет ее человеческой любви. Божью любовь невозможно сравнить с человеческой любовью. Эти две любви противоположны одна другой. Фактически, когда авторы Нового Завета дают описание любви Божьей, они используют очень непонятное слово на греческом языке, которое невозможно было определить, как имя существительное. Они придавали ему значение, которое извлекли из креста Христова. Это слово «агапе». Несмотря на то, что наивысшей формой любви на греческом языке, согласно Платону, был небесный эрос, известный нам как платоническая любовь, авторы Нового Завета отказывались использовать это слово. Но для того, чтобы понять и оценить исследуемый нами отрезок послания, я бы хотел, прежде всего, обратить ваше внимание на послание к Ефесянам, где Павел говорит о том же так, чтобы мы понимали всю важность постижения любви Божьей. Прежде чем мы прочитаем третью главу этого изумительного послания, я бы хотел сделать некоторое отступление. Это одно из писем, написанных апостолами из тюрьмы. Он находился в смертельной опасности, когда писал это письмо. Нужно сказать, что апостол, как и каждый христианин, был вовлечен в борьбу между духом и плотью. Более подробно мы поговорим об этом при исследовании 7 главы. Он также верой противостоял и атакам извне. И эти атаки не поколебали его доверие к Богу и не нарушили того мира, который он получил через веру. Он продолжал пребывать в благодати, надеясь славой Божьей. Церковь в Ефесе была очень дорога апостолу. Он проповедовал там три года, день и ночь, со слезами, наставляя их в истине. Но проблема была в том, что заключение Павла привело к большому разочарованию ефесских собратьев. Они рассуждали примерно так. Если Павел, величайший из апостолов Христа, находился в тюрьме, и его жизни угрожает опасность, и Бог не защищает его, то есть ли надежда для нас? О чем это говорит? Они готовы были усомниться в том, что пребывают в мире с Богом. Дорогие друзья, никогда не соразмеряйте отношения другого человека, пусть и самовыдающегося с Богом, со своими личными отношениями с Ним. Бог ведет каждого верующего по одному Ему ведомому пути. В Евреям 12 главе во 2 стихе мы призваны взирать на начальника и совершителя нашей веры, Иисуса Христа. Ефесянам нужно было бы смотреть не на само обстоятельство, но на мужество апостола, сохраняющего свою веру в таких стесненных обстоятельствах. Павел слышал об этом, об их смущении. Тогда он и написал им послание, в котором ободряет их. Ефесянам, «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Нам необходимо понимать, что в дни апостола Павла люди обычно молились стоя. Преклонение в молитве было необычным делом для верующих. Они молились стоя, воздевая руки вверх, их глаза были открыты. Но когда у Иудея была серьезная проблема, то он молился, преклонив колени. И Павел пишет Ефесянам, «Я очень обеспокоен вашим духовным состоянием и преклоняю колени мои пред Господа». И его великим желанием было, чтобы они уразумели превосходящую разумение любовь Христа. Мы продолжаем наше чтение. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей». Христос постоянно пребывает в христианине, что и способствует утверждению и укоренению в любви Божьей. Павел использует две метапоры. Одна из ботаники – укоренение, а другая из архитектуры – утверждение. Часто на земле происходят стихийные бедствия, и более всего страдают при землетрясении, смерчах, наводнениях, дома и деревья, которые имеют слабые фундаменты и корни. Если ваше разумение любви Христа слабое или несовершенное, или неверное, вам очень трудно будет устоять в кризисе. Дьявол легко сможет похитить у вас мир, дарованный вам Христом. Павел молился о том, чтобы ефесяне были укоренены и утверждены в любви. Мы не сможем прийти к уразумению этой любви путем рассуждения или логического обоснования, потому что она лежит вне возможностей человеческого разума. Любовь Божья полностью не соответствует человеческой любви. И когда мы только начинаем разуметь любовь Божью, когда получаем полное понимание истины об оправдании через веру, тогда мы и поймем и переживем на личном опыте мир с Богом, потому что основанием нашего оправдания является любовь Божья. И основанием нашего мира с Богом будет наше укоренение и утверждение в этой любви. Нужно сказать, что Павел желает не просто произнести возвышенную речь, но чтобы эта же любовь Божья изливалась горизонтально на наших ближних настолько, чтобы мир мог увидеть эту любовь в верующих в церкви Господа нашего Иисуса Христа. С этими мыслями теперь мы прочитаем Римлянам 5 главу 6 стих. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Стихи с 6 по 10 имеют отношение к любви Божьей. 7 стих говорит о любви человеческой, и вы увидите несомненное различие между человеческой любовью и Божьей любовью. «Есть четыре слова, которые я желаю отметить, что касаются любви Божьей». Два слова мы находим в 6 стихе. Греческое слово «немощный» означает «бессильный». Что Павел хочет здесь сказать? Так это, когда мы были неспособны спасти самих себя, в определенное время, указанное время, Христос умер за нечестивых. Пожалуйста, отметьте две вещи. Когда мы были немощны и когда мы были нечестивы. Христос тогда умер за нас. Теперь это настолько основательная, настолько революционная концепция, что Павел говорит «я желаю показать вам, как все это противоречит человеческой любви». Затем он делает окончательное заключение о человеческой любви в 7 стихе. «Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть?» Никто не отдаст свою жизнь даже за праведника. Возможно, за благодетеля кто-либо и согласится умереть. В дни апостола очень популярной была история из греческой мифологии, которая легла в основу трагедии Еврипида Алкистида. Когда ее муж Адмет, царь города Фивы, обреченный на раннюю смерть, получает возможность сохранить себе жизнь, если кто-либо согласится заменить его в царство мертвых, Алкистида соглашается сойти в Аид вместо него. Для греков эта история была символом супружеской любви. Может быть, что Павел имел в виду именно эту историю, но насколько же жалко такая любовь и насколько она отличается от Божьей любви. Если в этой мифологической истории жена соглашается умереть за своего мужа, то Божья любовь к нам открывается в том, что Христос умирает за свою церковь. И апостол Павел в послании к Ефесянам обращается к мужчинам. Не ждите, когда жена умрет вместо вас. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вот она, Божья любовь. И именно поэтому апостол говорит, возможно, люди могут отдать свою жизнь за любимого, за благодетеля. Это не вообще принято, но случается. Но он продолжает в восьмом стихе. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Можем мы понять такую любовь? Бог не сказал, хорошо, если вы такие добропорядочные, я умру вместо вас. Когда мы были еще грешниками, когда мы были немощны, когда мы были нечестивы, он умер вместо нас. Нам необходимо запомнить эти характеристики. Другими словами, Павел сказал, что Бог возлюбил нас безусловно. И затем в девятом стихе он говорит, посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Я хочу, чтобы вы отметили, что эти слова относятся к верующим. Тем, кто оправданы через веру. Павел говорит, подумайте, если Бог любит нас и умер за нас, когда мы были еще грешниками, нечестивыми и немощными, почему же многие христиане сомневаются в его любви? Почему они сомневаются в их оправдании? Разве вы не понимаете, что если Бог любил вас, когда вы были еще грешниками, то тем более любит вас, когда вы возвратились к Нему и поверили Ему? Насколько же мы должны быть уверенными в спасении, когда принимаем оправдание через веру? Почему же вы сомневаетесь? Это трагедия, дорогие мои, когда христиане говорят, о, я не уверен в том, что буду на небе. Знают ли они, что говорят? Они говорят, я не уверен, что Бог любит меня. Или я не уверен, что примирился с Богом. Или я не уверен, что смогу усмирять и порабощать тело мое. Или я не уверен, что воскресну из мертвых. А это уже трагедия. Потому что мы соотносим человеческую любовь к Богу. И когда мы делаем это, то искажаем его характер. Потому что человеческая любовь условна и непостоянна. Она ищет своего. Я не люблю людей автоматически. Вы должны быть добрыми ко мне, чтобы я в ответ был добрым к вам. Вот почему в нашем мире мы всегда стараемся делать добрые дела. Чтобы побудить друг друга любить. Это проблема человечества. Но благодарение Богу. Он любит нас таких, какие мы есть. И любовь его к нам. Безусловно. Слава нашему Господу. Дорогие мои, воспользуемся этим преимуществом. Благодати Божией, которую он дает нам через веру. Для того, чтобы любовь его могла и злиться в наши сердца. Во имя Христа прошу я об этом. Моего Бога. Аминь. Слава нашему Господу. Субтитры создавал DimaTorzok